Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях Гарри Табах, известный аналитик, офицер. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Гарри, давайте с вами обсудим актуальные новости. Это, конечно, визиты президента Владимира Александровича Зеленского в землянные штаты Америки и те перипетии, которые сопровождали этот визит. Ну, вот прежде чем мы перейдем к встрече с Трампом, все-таки, как вы считаете, насколько ошибочим была визита в Пенсильванию, который прошел в сопровождении представителей только одной политической силы, и насколько корректна была реакция стороны Майка Джонсона, который разразился гневным письмом с требованием уволить Маркарову за подготовку этого визита? Визит, конечно, была прекрасная идея. То есть отблагодарите людей, которые работают день и ночь на этой фабрике, хотя этих фабрик много. Но, как говорится, как это было сделано, это было нечестно, противозаконно. И, ну, смотрите, представьте наоборот. Представьте, если бы это сделал Трамп и его администрация. Какой бы разразился скандал. Напомню, Трампу устроили импичмент просто потому, что он позвонил Зеленскому и сказал, по-моему, там у тебя коррупция происходит, надо бы расследовать. Ему сделать письмо. Представьте, если бы это сделал Трамп. То есть однопартийно, главный штат в этих выборах, кстати, где очень много живет проукраинских разных движений, и украинцев, этнических и неэтнических, взять и такое сделать. За мой счет, кстати, на самолете, на государственном военном самолете, с охраной, почему я должен платить за демократическую партию, я не демократ, и так по поламерике. Это ужасно. Это ужасно, как они сделали. Сама идея хорошая, бипо-режидент. Чья это ответственность? Это ответственность посольства. Они подписываются, кто будет на встрече, кто едет туда. Они должны были сказать. И у меня было часто это, и с представителями украинскими, когда я говорил, ребят, нет, мы так не можем, тут должно быть двухпартийное, вы должны пригласить и тех, и этих. Там мы не можем участвовать или примять. К сожалению, что сделала демократическая партия, она взяла в заложник украинцев во время войны, используя их для своих политических целей. То есть, конечно же, республиканцы возмущены таким, причем перед выборами, таким скандалом. Конечно же, это не первый раз. Конечно же, высказывания президента Зеленского в сторону кандидата вице-президента Венса, высказывания до этого в сторону президента Трампа, неверные, так не делается. Они должны занимать одну сторону. У нас есть и продемократические силы, которые проукраинские, есть антиукраинские. Также и республиканцы у нас есть, проукраинские и антиукраинские силы. Напомню, это Майк Джонсон, который выбил эти 61 доллар, летал в Марго, договорился с Трампом, договорился с другими, там есть сумасшедшие у нас тоже. Мы разные. Он дипломат, договорился, все. И вот коверкать это все, и преподносить это как антиукраинское действие. И мы об этом говорили много раз. Зачем? Зачем накалять так? Зачем вы принимаете одну сторону? Это отразится плохо для Украины. Не для республиканцев, не для Трампа, а для Украины. Из-за вот этих таких вещей украинцы платят жизнями цвета своей нации. Платят крови из-за того, что и сегодня, вы сами видите, в благосфере украинской идет, продолжается вот это. Трамп сказал, Трамп сказал, 7 лет уже устал. Я, например, больше не могу ставить в опасность много людей. Устал объяснять, что нет, это не он сказал, это опять интерпретация неправильная. Это его видение, это он, ну слава богу, смогли утихомерить это. И все-таки президент Трамп встретился с президентом Зеленским. Они оба вышли довольны с этого. Я надеюсь, что такого больше не произойдет, потому что это, опять же, это огромный ущерб для Украины. Президент Трамп сказал, эта война никогда не должна была произойти. У президента Зеленского реакция прекрасная, когда Трамп сказал, я и у меня хорошее отношение с Путиным, и хорошее отношение с президентом Зеленским. Я доведу эту войну, закончу честно, по-честному мы договоримся. Что он имеет в виду? По-честному. Отдать землю украинской России? Не думаю. Но он не может сейчас, извините, пульсосить Путина, когда он понимает, что нужно вести... Он говорит, я сейчас не могу, у меня сейчас вы избирательная компания, я должен избраться. Подождите, у меня есть план. Но украинская благосфера ждать не хочет. Она хочет крови от него сейчас. И это наносит большой ущерб. Но, слава богу, они договорились, и президент Зеленский отреагировался, сразу же сказал, приезжайте в Украину, я вас приглашаю. Правильно, это была хорошая реакция. То есть он сумел сгладить это, но вообще так не делается. И, конечно же, спикер Джонсон, это очень дипломатичный человек. И я имею опыт в дипломатии. И, в конце концов, в конце моя профессия была военный дипломат, я служил в посольствах, будучи уже старшим офицером. Я могу сказать, что это было написано письмо совершенно не в дипломатическом стиле. То есть там злость. Потому что уже, видимо, это нельзя допускать такого. Это, видимо, не первый раз. Потому что, ну, вспомните, когда президент Зеленский был в Канаде и пожал руку вот этому там карателю из Галичина, из полка Галичина. Вместо того, чтобы привезти какого-то раненого украинского солдата, они вывели это. Так из-за этого скандала это опять был прокол Министерства иностранных дел. Они его подставили таким образом. То есть глава партии в парламенте канадском после этого подал в отставку из-за этого скандала. Ну, с украинской стороны никто. И с госпожой Маркаровой там много чего есть. Я не хочу сейчас влезать в эти все дебри. Но я ведь думаю, что первоначально обычно такие вопросы решаются за кулисами. И говорят, знаете, что надо, не годится. Давайте без скандала, без всего уберите, поставьте кого-то другого. Нам не подходит. Видимо, не сработало. Обычно идет такое письмо в Министерство иностранных дел. Говорит, что, знаете, выполняет там функции, несовместимые с дипломатическим статусом. Участвует как лоббист. Тоже, видимо, не сработало. Мы помним, как госпожа Маркарова говорила, что ленд-лист не нужен. Что все дают, всего достаточно, все хорошо. В принципе, как бы предоставляла, как бы она не представитель Украины, а представитель демократической партии. Это неправильно. И, конечно, вот в таком стиле уже Майк Данса написала открытое письмо, что беспрецедентно. Я никогда не помню, я не слышал, и никогда не видел, что такое было сделано. Опять же, этот человек очень толерантный. Он договаривается и с демократами, и с республиканцами, и с Трампом, и с Байденом, и с Камалой Харриса. Он умеет все это массажировать. И он очень проукраинский. То есть, ну, Трамп понимает, что, конечно же, он понимает, что бы там не было, Путину нельзя дать победить или выйти победителем из этого. Точно так же, как Хамасу и Хазбулей, или там Ирану, или террористам нельзя давать выйти победителями из этой схватки. Потому что это весь мир в огне начнется. Но проблема в том, что украинцы, как я говорю, и благодаря вот этой вот дезинформации, они любят ушами. Наверное, мы все любим ушами. Все дадим, сейчас это дадим, сейчас вот Рамштайн, мы все даем, всего достаточно, мы вас любим, я на тебя женюсь, и так далее. А когда подходит время, да, мы даем, мы дали, ну, потом дадим. А можем мы стрелять по-русски, пульнуть с этого? Нет, а вот пульнуть нельзя. Ну, все дадим, все будет, и ленд-лис, и все есть, и все такое, вот любят ушах. А главное, чтобы Байден сказал, что да, вот Камала Харрис говорит, что мы не бросим Украину, что мы с Украины до конца, вот это вы хотите слышать. То же самое говорили про Афганистан, напомню вас. И у Афганистана был более приоритетный статус, чем у Украины, Соединенные Штаты. Бросили, обещали, обещали, обещали. Украинцы, вы ненасытные, вам обещают, обещают, а вам все мало и мало. Но обещали. А когда Трамп говорит реальные вещи, когда он говорит, что если это будет продолжаться, если вот эта администрация, которая допустила это, что сейчас происходит в Украине, уничтожение целого народа, целой нации и городов, которые вы обратно уже не отстроите, просто займет долго, что если это будет продолжаться, у вас не будет. Украина не будет, если так будет продолжаться. Тут надо что-то менять. У вас просто закончатся люди, ресурсы и оружие. Трамп сказал, что Украина не будет, что нет такой страны, как Украина, ничего подобного. Трамп сказал, что если он будет президентом, он не будет остановить всю помощь Украине. Нигде он этого не говорил. Но это по всем инфосферам Украины. Нигде он таких слов не произносил. Но вот эти искажения, и у меня это уже отзывы моего детства, бить трампистов, спасая Украину, это никуда не годится. Это наносит огромный ущерб Украине. И вся сфера вот этим гудит. Что говорит то же самое и Тенц. Он говорит, так нельзя продолжать воевать. Украинцы просто закончатся. Точно так же Трамп сказал, если эта администрация останется, то через пару лет ни Украины, ни Израиля не будет. Гарри, тут безусловно возникает. Это все переводится, и это все преподается. Опять же, это и надоело, понимаете, Михаил? Надоело семь лет одно и то же. Воюете, вы выиграли в этом. Вы воюете с Трампом. Он враг, трамписты враги, все враги. Вот у вас. Имейте дело только с демократами. Гарри, когда мы говорим о, скажем, некоторых украинских пропагандистов, которые обвиняют Трампа в том, что он путинский агент, ну, тут все понятно, тут не о чем даже говорить. Это смешно, нелепо. И, как сказал покойный господин Кернес, по-дебильному. Но я о другом хочу сказать. Тут как бы все понятно. О другом хочу сказать. Все-таки мы же понимаем, что Украина не получила никакие сотни миллиардов от Соединенных Штатов Америки, от, скажем, Белого дома за прошедшие три года. При этом этот нарратив о всебъемливающей помощи Соединенных Штатов Америки и Украины, он разгоняется отнюдь не только демократами, но и республиканской партией. То есть называются какие-то сотни миллиардов долларов и так далее. Зачем? Почему не говорить о том, что просто, наоборот, Украине не додали то, что обещали? Так, почему? Я думаю, что много причин есть. Об этом можно спорить очень долго. Андрей Николаевич Ларионов несколько раз разбил. Сколько денег дала Европа, сколько дали Соединенные Штаты Америки, на что они давали, каким образом эти деньги тратились. В Европе вы должны были закупать их оружие, их вещи, то есть эти деньги возвращались к ним, оружие уходило к вам. В Америке многие деньги выдавались, чтобы строились дороги, чтобы оплачивались зарплаты солдатам, учителям, врачам. То есть эти деньги не возвращались уже. Опять же, там много разных нюансов, кем это идут. Как подсчитывать деньги? Только которые дали, начиная с 22-го года или начиная с 14-го года деньги, которые дала только Соединенные Штаты на эту или на ту программу или это деньги, которые также пришли с ООН или из НАТО? Нет, но это говорится про... Я понимаю, существует ложь, чертова ложь, статистика. Это говорится про три года. Кто говорит про три года? Ну как, но представители республиканской партии говорят, что администрация... Они говорят, что за последние три года мы потратили столько-то денег на Украину. Нет, они не говорят за последние три года. Они говорят, мы потратили столько-то денег на Украину. Ну, говорят, администрация Байдена. И администрация Байдена тоже говорит. Но у нас же за три года администрация Байдена, точнее четыре. Это можно по-разному. Значит, что вы хотите сказать? Вы хотите мне сказать, что Трамп преувеличивает суммы. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. И не только Трампу. И демократы, и республиканцы. Только вопрос к республиканцам, почему они преувеличивают суммы? Потому что они по-разному это подсчитывают. Потому что у них есть какие-то политические цели, которые они этим преследуют, чтобы выдавали больше денег или меньше денег. Но мы примерно знаем, сколько денег это выдается. Трамп, например, наверное, это говорит, потому что он хочет, чтобы Европа платила больше, чтобы она больше участвовала в этом, чем она. Разные у него есть причины. Может быть, частично потому, чтобы люди потребовали, куда эти деньги ушли. Почему они Трампу? Зачем все это делать? Зачем воюют так против Трампа? Убить его готово. Зачем? Ответ только один. Кому вред это наносит? США нет. Израилю нет. России нет. Это наоборот. Китаю нет. Кому? Это наносит вред только Украине. Вот этот вот спин, который они делают, что Трамп враг и все это, это наносит вред только. Вот мы сейчас видим. Ну, хорошо, вы молодцы, вы добились своего. Трамп враг, республиканцы враги, трамписты враги. Вот имеете дело теперь только с демократами. И вот что у нас получилось. Расследование в Конгрессе и требование увольнения госпожи посла из Америки, из Соединенных Штатов Америки. Выдворение позор. Позор. Значит, кто от этого страдает? Украина. Украинские солдаты. Спрашивается, зачем тогда это делается? Почему такая война против Трампа? Готовы внести в жертву и Украину, и Израиль. А может быть, потому что как раз когда Трамп придет, он спросит, а где деньги? Где деньги, Зин? Куда вы это все потратили? Куда вы потратили все эти миллиарды? Где оружие? Почему Украина не победила еще? Вот он и говорит, что вот этим образом, что вы делаете, мы тратим, тратим деньги, а Украина изливается кровью, и скоро она у нее платит. Почему же не сказать, что наоборот, Украине не додают для победы? Нет, это говорит, это говорит, и Венц говорит, вы даете деньги, деньги куда-то уходят, а нужно оружие. Они говорят, не додают, деньги дают, а оружия нет. Они это и говорят. Ну, в украинской инфосфере это переводится с ног на голову, что говорят, что это далее. Ну, опять же, я вам хочу такую вещь сказать про Трампа, потому что это уже... Я начал понимать, мы обсуждали это с Андреем Николаевичем Иларионовым, почему так воспринимается Трамп. Я думаю, что он воспринимается гражданскими людьми неадекватно. Я вам напомню, что Трамп закончил военную школу. То есть, в те времена, когда он ее заканчивал, это была элитная школа, туда отправляли своих детей богатые люди. Как в Англии отправляют в boarding school богатые люди, институт благородных девиц такое было. В Америке были вот эти военные школы, где внедрялась дисциплина, честь и такое. И там многое я слышу. Вот этот сарказм военный, который использует Трамп очень фактично, который гражданский... Это его взгляд, когда он вот так разговаривает. Это там научили его, это из его детства. Он закончил, кстати... Это такое суворовское училище, он, кстати, его закончил с отличием. С отличием. И да, там учат преувеличивать. У нас есть такое, что мы преувеличиваем. Мы преувеличиваем в наших аттестатах, когда мы пишем, лучший офицер, самый лучший, он прекрасный, это лидер настоящий, это вот эти лидерские качества. И это все раздуто немного. И у Трампа есть вот эта тенденция раздувать вещи. Говорить больше, чем. Мы лучшие, мы победили, так как было при нас, так ни при ком не было, это объяснить. Почему? Это тут мы говорим. Мы лучшие, поэтому у нас такой беретик выносит. Потому что у нас вот этот значок, который только у нас, у этих остальных ротах этого нет. Потому что мы... Потому что мы... И это там лучше тебя. Это такое понятие духа боевого. Что мы лучше. И у него есть это в его разговорах, я это слышу. Но это воспринимается гражданскими. А в Украине это вообще воспринимается, вот эта Украина с постсоветскими этими всеми либеральными, правозащитными, вот этими всеми коммунистами, КГБшниками. Они все это переворачивают и выдают это, как будто он врет. Но он не врет. Он говорит правду. А вот они врут. Они вот напрямую врут. Он еще ни разу ни про что не наврал. Он ошибался или делал больше, чем это есть. Но прямому враня от него никогда не было. Как от Харрис, как от Венса, как от Волса, то есть, как от Обама и Байдена. В отличие от них он не врет. Но его дело, что он врет все время. А они, мол, такие честные. Все переворачивается кверх ногами. Но еще раз. Если бы это сделал он, то, что сделали сейчас Камала Харрис и ее администрация, вот используя президента Зеленского в такой форме, я бы думаю, такой бы был скандал. Это не только импичмент. Тут бы тюремное... В тюрьму бы посадили. Гарри, я вот какого вопроса хочу задать. Вот я обратил внимание на, скажем, статьи, ну, не только в демократической прессе, но и, скажем, в Washington Examiner, ряд других изданий. Все-таки они более, ну, они как бы прореспубликанские настроенные, консервативно настроенные. Я обратил внимание вот тональности, с которой анализируют визит президента Зеленского, вообще высказываются в адрес президента Зеленского. И я не понимаю, почему, скажем, Украина, ну, в отличие от Израиля, ну, настолько внутри американской гонки. То есть что я имею в виду? Когда ты внутри гонки, ты как бы не подбираешь слов. То есть Харрис и Трамп, они в адрес друг друга могут что угодно говорить. Но когда, скажем, говорят что угодно в адрес политика и президента другой страны, тем более воюющей страны, но меня это смущает, я просто задусь вопросом, почему так случилось, что Украина оказалась в самом эпицентре гонки, хотя у Израиля, ну, схожая проблема, да, с поправкой на величину России. Ну, потому что, наверное, вы не слышите украинскую инфосферу, вы думаете, что это не переводится, что это не докладывается в республиканские ряды, что воюют не с Россией, воюют с президентом Трампа, воюют с республиканцами, где приглашаются в сферы только антиреспубликанские, там, комментаторы, эксперты и так далее. Только война идет. То есть они это видят, и они начинают говорить, почему-то Украина участвует в наших выборах. Ну, и сейчас вот это вот, что произошло, или высказывание, опять же, я думаю, что за это нам должна нести ответственность Министерство иностранных дел Украины, потому что, как президент Зеленский когда-то назвал президента Трампа лузером, а что вы хотите, если бы с вами так сказали, а вас-то, что требуется план только от президента Трампа, ни от кого другого, вот он, оказывается, его план плохой, а их план, а у них плана вообще нет, но он хороший, поэтому, потому что у них плана нет, это хорошо, а вот у Трампа есть план, но он плохой. А вы слышали его план? Нет, нам рассказал Венс про него этот план, или нам про этот план рассказал Майк Помпео, или еще что-то. И вот это вот рассказал, поэтому они говорят, слушайте, вы участвуете в наших выборах, израильтяне этого не делают, израильтяне умнее, они стоят от этого подальше, они не комментируют, кроме русскоязычных каналов в Израиле. Вот русскоязычные каналы, вот они там дают. Извините, у меня недавно было такое, я сказал, что русскоязычные каналы, русскоязычные эксперты на этих каналах, которые говорят против Трампа, но эти евреи идиоты, они бибилы. Кто, кто, но Израиль никаким образом против Трампа ничего не может сказать. Сколько Трамп сделал для Израиля, все президенты вместе взятые не сделали для Израиля. Там улицу назвали в честь Трампа, точно так, как грузины назвали в честь Буша улицу. Как же вы можете говорить, а на русскоязычные? Так меня там объявили, что я, оказывается, агент демократической партии, потому что вот я обвинил русскоязычные каналы и там этих русскоязычных журналистов, что они играют в нашу политику, что они занимают, опять же, только одну сторону. Ну, для израильтян это вообще непростительно. Но англоязычные израильские каналы и польские, допустим, я сегодня был на польском канале, они очень аккуратны в этом, очень аккуратны. Они пытаются не участвовать в наших выборах. Что я не могу сказать в украинской инфосфере? Это не украинские каналы даже, это украинская инфосфера. В основном эти эксперты и этих знатоких в Украине нет. Они в основном все хорошие русские, бывшие КГБшники, комсомольцы, партийные работники и так далее. Но они накалили украинское общество до такой степени, что без толку объяснять, что Трамп этого не говорил. Но это семь лет происходит. Я вот семь лет, нет, Трамп этого не сказал. Нет, вы это выдернули из контекста. Нет, этого вообще сказано не было. Нет, смотрите, что он сделал, но это бесполезно. Это бесполезно, это уже общество отравлено Трампом. Отравлено. Украинское общество отравлено Трампом. В Трамп-Тавре был не только президент Зеленский, встречался с Дональдом Трампом, но то, чем как бы мало у нас говорят, у нас как бы очень узкая повестка, как всегда. Кир Штармар, премьер-министр Великобритании, встречался с Дональдом Трампом. Кстати, он не встретился с Камелой Харрис. Что интересно, некоторое время назад Штармар был в Америке, он хотел встретиться с двумя кандидатами, но тогда не случилось. Вот сейчас он встретился специально с Трампом, но не встретился с Харрис, как бы подчеркнуть определенное отношение к Трампу. Но что интересно, с ним был секретарь по внешним делам, то есть попросту министр иностранного дела в Великобритании, секретарь по внешним делам Дэвид Лэмми, который в свое время называл Трампа ненавистником женщин и социопатом, симпатизирующим нацистом. Но понятно, что эти эпитеты, они недалеко ушли от того, как некоторые украинские странные блогеры до сих пор называют Трампа, но вопрос в другом. Вопрос в том, что в отношении Стармара и в отношении его секретаря по внешним делам не раздается такая критика, как раздается в адрес политического руководства Украины. Складывается впечатление, что Украину изображают в форме, не хочу употреблять слово, но страны, которые постоянно что-то просят. Но Украина же просит не по доброй воле, а потому что она испытывает на себе российскую агрессию. Вот так вот случилось. То есть вы понимаете, то есть реакция острая идет именно на Украину, а не на, например, высказывания политиков, политические деятели Великобритании, которые, как я привел, как говорится, далеко не ушли от украинских высказываний. Нет, но высказывания были разные. Стам Венс высказывался про Трампа, не очень... Вициприятным. Да, красиво. Но потом он сказал, я поменял свое мнение, когда я узнал, когда я вник. Все это все люди, которые отравлены Трампом. Но некоторые из них потом начинают как-то вникать в это, смотрят, что он сделал. И понимают. Некоторые так и не понимают. Они так и остаются, и уперты, как утрогами. Никки Хейл или еще что-то. Нет, это все, забудьте. Американский народ сделал свой выбор, американские республиканцы сделали свой выбор. И попробуйте вникнуть, попробуйте понять. Но у большинства людей нет этого. Ну, вот профессионалы, как там британский министр, лорды иностранных дел, или еще что-то. Как Венс, как другие, многие, как Маск, как Кеннеди, как Такер Карлсон. И сегодня, самое интересное, Марк Цукенберг. Они начинают говорить, что вы знаете, что, по-моему, вы навели навет на человека, который как раз наоборот хороший. Вы пытаетесь сжечь на костре человека, который понимает, что он делает, который честно вам говорит лицо что-то. Да, невецеприятно. Да, вы хотите слышать, что мы с Украиной, что мы ее не бросим, что мы ей все родим, но ничего не даете. Вы даете минимум, а потом этим не даете воевать. И то же самое обещали и Афганистану, и то же самое обещали Вьетнаму, и так далее. Но бросали. Давайте посмотрим, кто это делал. Какая партия. Кто в это время был у власти. Но люди любят ушами, что я вам могу сказать, Михаил. Люди любят ушами. Поэтому то, что где-то когда-то кто-то не очень хорошо отзывался о Трампе, хорошо, бывает. Но люди допускают ошибки. Потом он вникает. Я сам, когда в 16-м году, я был не совсем уверен. Не совсем уверен. Но потом я понял, что... Да и сейчас я помню, я подумал, что он сумасшедший, когда он сказал, что за ним следит ФБР. Я-то понимаю, я-то знаю, не все, но многие нюансы этого. А потом оказалось, что да, они правда за ним следили. И так во многом. Гарри, я благодарен вам за это интервью, за то, что вы нашли время дать, так как оперативно мы с вами его согласовали. Гарри Табах, общественный политический деятель, комментатор, офицер, капитан. Спасибо вам большое, Гарри, за интересное, как всегда, интервью. Друзья, подписывайтесь на канал Гарри, на мой канал. И до новых встреч. Огромное спасибо, Гарри. Пока. Bye-bye.